Среда, средина дня. Компания друзей шла привычным маршрутом после футбольной тренировки. Эту речку они проходят ежедневно. Только в этот раз прогулка пошла не по плану. Об опасности тонкого льда мальчики убедились на собственном опыте. Отзывчивость, доброта, неравнодушие. Все это о 10-летнем Константине. Когда друг оказался в полынье, времени даром не терял, бросился на помощь. Я выбежал на лед, и я буду здесь. Я выбежал вот так, вот сюда, и подал ему руку, и вытащил его. О том, что и сам мог оказаться в ледяной воде, Константин не подумал. За друга переживал больше. Свой поступок героическим не считает. А вот руководство спортивной школы его оценило. Мальчику вручили грамоту и сладкий подарок. Он был шокирован очень сильно. Говорит, мама, за такое разве? Я говорю, а почему нет? Я говорю, ты героический поступок сделал. Конечно, надо, чтобы тебя поблагодарили. Я сама была тоже шокирована. Родители мальчика сыном гордятся. Уверены, о его поступке молчать не стоит. Но не тщеславие ради. А чтобы как можно больше людей узнало, как действовать в чрезвычайной ситуации. Это для того, чтобы не показать, какой у меня сын молодец, а, наверное, больше для остальных детей и родителей, что на тонкий лед нельзя наступать. И чтобы об этом поговорили, то есть показывали, что может случиться. А случается часто. Особенно в первые месяцы зимы, когда толщина льда еще не достигла 10 сантиметров. В холодной воде счет может идти на минуты или даже секунды. К помощи утопающему подходить тоже нужно ответственно. Любая ошибка может оказаться роковой. Близко подходят к образовавшейся полынье. Естественно, что если лед один раз уже провалился, он, естественно, неокрепший. И в этом месте люди проваливаются еще раз. Второе. Ну, как уже известно, они начинают идти к полынье пешком. Что также лучше не делать, поскольку лучше создать как можно большую площадь. Для того, чтобы лед не проломился еще раз. То есть расставив руки и ноги, тихонечко ползти, уже проторенная дорожка, непосредственно к месту происшествия. Можно попытаться помочь провалившимся под лед самостоятельно. Или вызвать на место происшествия спасателей. Но лучше, чтобы таких ситуаций вовсе не было. А для этого необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Карина Еряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». «Одинцова». «Одинцова».